В девяти районах Чувашии в этом году появятся площадки со спортивным оборудованием для подготовки к сдаче норм комплекса ГТО. Их строят по федеральному и региональному проектам «Спорт. Норма жизни». Наша съемочная группа отправилась в Красноармейский район и узнала, на каком этапе находится стройка и кто сможет заниматься на установленных турниках и тренажерах. Спортивная площадка в 315 квадратных метров появилась в самом центре села Красноармейское совсем недавно. И не пустуют ни в рабочие будни, ни тем более выходные. Ученики Траковской школы теперь не идут, а бегут на уроки физкультуры. Ведь помимо занятий на стадионе, они могут качать пресс, тестировать выносливость на новеньких тренажерах. Тренажеры очень хорошие. Мне они очень нравятся, потому что они очень простые и удобные в использовании. Это место очень удобное. Занимается спортом, физкультурой для населения Красноармейского района. Центр построили в центре Красноармейского района. И люди сюда ходят с удовольствием, занимаются на эти тренажерах. В этом году помимо Красноармейского района подобные площадки появятся в Алатарском, Ибресинском, Комсомольском, Красночитайском, Порецком, Чебоксарском, Яльчикском и Янтиковском районах. Прежде чем установить оборудование, на территории строители подготовили бетонные основания, уложили специальное полимерное покрытие и смонтировали дренажную систему. А все турники, брусья, физкультурные комплексы и тренажеры подобраны строго по требованию Минспорта России. На них может готовиться к сдаче нормы ГТО любой желающий. Стоимость оборудования каждой такой площадки – 3 миллиона рублей. В Чувашской республике, как и по всей России, проводится ежеквартальный рейтинг. По итогам 2018 года наш район на восьмом месте. Поэтому о девяти районах выделены средства на поступление данного оборудования. По итогам третьего квартала Красноармейский район по рейтингу находится на втором месте после Яльцкого района. Вчера только выполняли нормы ГТО взрослый коллектив Большей Шаттинской школы. То есть мы охватываем, начиная с шестилетнего возраста и завершая, 11 ступень, 70 лет и старше. За три года действия программы «Спорт. Норма жизни» в Чувашии построят 17 таких спортплощадок. В 2020 году Центр для занятий физкультуры под открытым небом появится в Урнарском, Козловском, Арбасадском, Урмарском и Цивильском районах. В этих муниципалитетах тоже активно развивают систему сдачи норм ГТО. Евгения Зиновьева, Алена Артемкина, Екатерина Нголакова, Вести, Чувашия.